всем привет уважаем друзья с вами канал ольги пак тема сегодняшнего видео ответ на вопрос который задал мне александр потапов в одном из своих видео как пользоваться программа pain 3d давайте перейдем к этому вопросу александр спрашивает меня подскажите как изменить надпись на сохраненном рисунке как сделать так чтобы строка убирала ненужные вещи и не стирала фон скопированного рисунка карты спасибо далее я немножко во второй вопрос не поняла он не здесь пояснил что он имел ввиду пластик видимо хотя он называет ее стерка ты он не спрашивает каким образом это можно исправить на данный момент мы здесь немножко с него переписывались я решила записать видео на эту тему сейчас покажу каким образом это можно сделать вот он тут поясняет что он делает скриншот карты и наносит фигуры и надписи после того как сохраняет если требуется внести изменение нужные надписи пытается убрать стеркой чтобы сделать новую надпись стерка убирает надпись вместе с карты и получается белый пропел то есть я сейчас поясню каким образом это у него получается вот например я просто скачала карту вставила сейчас спать ряды на данный момент и написала надпись то есть она у меня уже сохранилась сразу поясню александру что если вы уже сохранили эту надпись как бы получается да в память 3d то обратно возвратить вы его ее не можете вы только можете возвратить ее если не сохраняли ее с помощью отменить и написать заново эту надпись но это очень неудобно каждый раз да если вы другой день например хотите поработать у вас получается что вам нужно изменить но так как уже сохранилась это не получится сейчас я покажу каким образом это можно сделать значит смотрите у нас есть кисти здесь видите кисти да и вот тут у нас пипеточка есть я предлагаю что вам сделать вы увеличите увеличим вот таким образом это все чтобы он было удобно видно далее мы берем пипеточку вот эту да и на том цвете на котором у меня надпись до попадается например да вот здесь я вы видите сделал у меня выделился он зеленым цветом дальше я беру просто вот эту кисточку толщину просто делаю здесь сколько примерно толщину мне нужно да вот такая она мне становится я беру просто вот таким образом ее замазываю вот так видите цвет такой же становится дальше немножко здесь тоньше делаю для того чтобы не захватить больше положенного вот таким образом вот далее смотрите беру пипеточкой опять беру здесь выделяю этот оранжевый цвет увеличивая пипеточку здесь побольше дело пространство и то же самое делаю вот таким образом здесь уменьшаю толщину и здесь тихонечко делаю так дальше немножко здесь увеличу чтобы было более удобно вот таким образом видите совсем незаметно надписи вообще не видно то есть здесь можно немножко еще потоньше сделать чтобы не захватить и здесь убираю ну то есть если у вас будет далеко надпись написано то есть весь пить и видно только когда увеличена очень близко тогда очень видно все тонкости вот эти да неровности если например у вас получается что ведь я поменял уже цвет зеленый здесь делаю давайте сейчас еще раз сделаю здесь вот так цвет этот так таким образом видите далеко не особо видно как бы далее уже можете текстовку здесь например писать что вы хотите исправить например да вот поставить текстовку уменьшили здесь например давайте вот смотрите карта здесь написала да исправила теперь мы можем вот смотрите например здесь надписи есть здесь если те же самые получаются опять берете кисточку берете пипеточку ставите вот так опять таким образом чуть потолще делаете здесь вот замазывайте увеличим чтоб видно было и и замазывайте то что вам нужно вот таким образом замазали видите под цвет вот все и начинаете уже здесь писать то что вы хотите написать вот выбираем текстовку убираем текст уменьшаем немножко здесь размер поменьше сделаем привет ну все вот таким образом то есть одно стираете другой пишите и здесь любое можно в принципе повторяться не буду чтобы не тратить ваше время то же самое просто берете здесь оранжевое берете утолщаете таким образом и вот стираете и пишите то что вам нужно написать например да вот здесь тоже что-то зачатывать видите ничего надпись исчезает запишите то что нужно карты которые мы здесь написали с вами тоже можно замазать лишний видите все ненужные надписи убираются таким образом то есть с помощью пипетки выбираете цвет который вам нужно и далее уже затираете видите надпись карты которые я сделал уже их не видно утончаю чуть-чуть немножко и здесь тоже опять также делаю ну вот вроде все на этом я закончу если вам было полезно мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал надеюсь я ответил на вопрос александра рада была ему помочь на этом всем всего доброго до скорой встречи всем пока пока всем пока и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok